Молитесь, Игнат Пихович. 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 Игнат Пихович. Игнат Пихович. Молитесь, Игнат Пихович. 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 Бог. Игнат Пихович. Игнат Пихович. Игнат Пихович. Игнат Пихович. Игнат Пихович. Аллилуйя. 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 Слава Тебе Боже. Боже, очисти меня грешного. Ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобою. И избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь от суждения, открыть мои недостойные уста, и восхвалить Святое Имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда и во веки веков. Аминь. 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 И весь священнический иноческий чин. Найбольший священник, как все угодно, и тебе. И пошли добрых, подповедников, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и гуддистам. Смири власти войск, найди страх твои на них, и через них сотвори благое церкви твоим. Охрани их от покушения на них. Я издаю добрые законы, заботятся о народе, дадут достойным прожить, дабы было еще уделять нуждающим. Костив сердца Владимира, Дмитрия, Доназа, Рамзана Владимирова, Александра, Ардагена, Аманда. И дары мира Израиля, России, Украине, Сирии, война идет. Благослови детей Сирии, сохрани их, Господи. Мужчина, слить это мирное время. И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим от Тебя, Господи, за отступление от истины. От слова Твоего, сквозь кровать, Тебя, Божий наш. Слава Тебя за тихую и нервную эту мощь, что жизнь нашу продлил. И разум сохранил. Дай им желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованной собою. Бесо, Господи, добрых помощников, наставников, советников. Сохрани нас здесь этот день. Сохрани нас здесь селение наше от пожара, от вагов, от нечистой силы. Живущих там Андрея, Игоря, Игоря Сиротина. И сына Владимира в России, Людмилы, Любовь. Владимир Алексеев, Иосифов, Седопрошители, детьми, знающих, любящих и старых твоих степей. Паси и помилуй, Татьяну, Наталью, Игоря, Марина, Никиту, Сякова. Виктор, Сергея, Всевастяна, Людмила, Милова, Никита. Хороши-то дело общего. Найди новая душа. Аллилуйя. Господи, Господи, Надежда, Валентина, Екатерина, Анастасия, Наталья, Ельгения, Романа, Михаила, Анина, Ана, Юрия, Александра, Александра, Екатерина, 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 Галина. Амилуй Господи. И просвети разум враждующих против нас, подымяя их, милость Твою, дай им страх, глобствующим, поносящим, увлекающим на другие любезно осуждение греха. Александра, Александра, Сергея, Виктор. И Алексея, Господи, благослови, просвети его разум, освободи от ненужного и страшного злобования, издаваемого табаком. Найди его, Господи, не дай ему погибнуть в этой пустоте. Наполни его душу и сердце словом твоим, страхом пред тобою. Дабы обощрения человеческими одобрениями, славой не заградила ему путь в царство твое. Благодаря Бога, благослови, благодетели наших, воздаем добру и сохранив расположение к нам и клену. Дабы, Мелу, Меланеву, Путиану, Александру. Господи, посети болящих и дай силу, крепость перенести страдания безропотно. И пошли мы с селения, Путиану, Путиану, ты любящий врач. Балерия, Биларионы, Балерия, Кирилла, Татьяну, 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 Валентина, Валентина. Благодарю тебя, Господи, за здоровье, за болезни, за друзей, за врагов. Ибо по твоему благоволению все это может оказаться на пользу. А где будет путешествующий, Благослови, Раиса, Льва, Виктора, Виталия, и на тихо, 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 и на тихо. И нас помилуй, милости твоей, о ради, а внуи. Твое благословение забудет явно на нас и в этот день. И все наши дела, благовестия, освети, благослови и вадуись. Найти все наше радостное слово. Валентина, Ирину, Татьяну, Марту, Вольгу, Ирину, Марью, Татьяну. И от пьянства, избаев Павла, Михаила, Андрея, Владимирович, Андрея, Игоря. Сохрани все, что есть в интернете нашей. Воздая тем, кто позволяет нам там быть добром. И книги наши здесь и в пути-то сохранил. И вахтанга там благословили. И трудящийся Игорь, Юрий, Дмитрий, Виктор. Сергей, Сергей, Андрея, Андрея, Валентина, Дмитрия, Беществлава, Беществлава. Господи, Господи, Сергей, Александр, 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 Александр. И обрати, найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Иоаннча. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе наш Бог и Его. Слава Тебе наш Бог и Его. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх перед Тобой и ожидание Суда Божия. Благодарю Тебя, в который Ты дал мне Святую Библию, и указал на толкование святых актопы на каноны Церкви, как на истину. Увоздай милости Твоими в вечности всем, поклубился за моей душой Мария, Степана, Александра, Михаила, Анна. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресно Дева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас молитвами Своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой Святой, моли Бога о мне грешен, которого джаз, что все благослови Лидии путешествующие. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. От скольких бед Ты избавлял здесь, в водах, в воздухах. И утешь потерявших родных в этом сгоревшем становлете, Господи. Направь их мысли к горднему и покажи, насколько все хрупко и ненадежно в этом мире. Аллилуйя. Ангел мой, не покинешь смертный сейчас, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по-мытарству, страшенную и пронятную, и веди ее навеки. Вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, Христитель, предтеча Христов, моли Бога о нас, мужчинам Господи, жите в бедности, и, имея пропитание и одежды, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать никому, не завидовать во всем, быть экономным и видеть туждающийся в нашей помощи, не быть бесплодным. Вечитель Христов, Никола, мертвецкий чудотворность, моли Бога о нас и укрепи Господь нас, дабы не страшиться ни царей, ни начальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать. Аллилуйя. Боже, Бога о нас, святые о пророке. Илья, Елисей, Инох, Моисея, Самуил, Арарон, Ио, Авель, Мой, Иосиф, Патриарх, Иезра, Иемия, Моста, Наум, Исаия, Иеремия, Ивар, Иезеки, Иосиф, Иося, 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 Иля, Гей, Сапой, Иося, Хария, Малахия, Давид, Напан, Дани, И отроки, пророк детей, Авраам, Исаак, Иаков, Заисполнен Господь Духом пророческим церковь свою, дабы день перехода Твоя наше отшествие не заставно с неготовыми, но чтобы выше навстречу Тебе с дворящими святильниками истинной веры, и сосудами полными Илея добрых белых, соделанных в духе святого с любовью, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, рахангелы, коровимы, терапимы, все небесные силы, престолы Божьего, предстоящие святые апостолы, Петр и Павел, евангелиесты, Матфей, Марк, Руха и Иоанн, дадам в этом жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем уметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Римский, Устин философ, Космай, Эмин, Андрей, Стартилат, Иерон, Мучени, Климент Римский, Климент Анфирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеемон, Соро, святых мучеников, Царь Николаев, Святой Царской семейства, Владимир, Дениамин, Иосиф, Борис и Елеп, Да укрепит Господь народ свой, чтобы никто не принял насчертания зверя антихриста. Анфиму, Вениамину, дай веру, сошел родителям на такое ложное воспитание. Смолите Бога на святые, Василий Великим, Григорий, Богослов, Иоанн Матаул, Сапанаси, Великий, Кремси, Антоний, Макарин, Макария, Антоний, Феодосий, Корнили, Ева, Сергия, Радонинский, Степан, Фернский, Серафим, Саровский, Ян Топольский, Антонштадский, Антонштадский, Кирилл, Меходий, Иннокентий, Николай, Макарий, Автастик, Аллилуйя, Госпож, Сохранитель Господь, Святой, Промославный, Верен, Азамус, Перетехов, Господи, Разрушит, Нечто превратит. Смолите Бога на святые, Жены и Девы, Теплые первомущины, Сапатина, Самарянина, Феврой, Неверная надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Андрея, Варвара, Екатерина, Перепетую, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Ирина, 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 Здоровец Господь, прослушание, немолчание, целомудрие, истыдливость, и сохранение Господа Отсяческого, поругание, и страх не покорилась Галина, семейство Евгений, Надежда, Бога, 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 Брата нашего к селению Владимировна, нашим Богом помощником, и страх не покорилась, и милость, Иоанна, прими нашу молитву, альдианя рук, как жертву вечернюю, благолухание, приятное, среди престолов, благодати Твою, Господи, и соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих о Тебе на небе и на земле, Господи Божий наш, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, мы просим во имя Иисуса Христа, прими нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй, Аллилуйя, говори, Господи, Владыцем, слушай и дослышит раб Твой. Давай. Добри. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Мы продолжаем чтение из книги «К истинному православию». Тема «Отцы и дети». Часть вторая. Если бывают помыслы против Духовного Отца, надо говорить ему на исповеди. Приходят помыслы против вас, хульные и осуждающие. Слова и повеления Духовного Отца исполняй. Не откровенность Духовному Отцу есть дело сатанинское. Иначе как будет пользовать он нас, когда не знает, что в нас? Самое радикальное средство от гордости – быть в послушании Духовнику. Великая пакость учиняется людям за презрение повелений Отцов Духовных. Глупый пренебрегает наставлением Отца своего. А кто внимает обличением, тот благоразумен. В обилии правды всякая сила, а нечестивые, искоренятся из земли. Притча, 15 глава, 5 стих. Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. 1 Петра 1, 17. Помыслы – те, надо говорить Духовнику, которые беспокоят. Они от гордости. Их следует записывать каждый день для исповедания. Они ослабевают от откровения, от исповедей. 2 Петра 1, 18. Помни всегда того, кто напаяет тебя добрым учением, и от него старайся узнать животворящие заповеди, ибо это поможет тебе провести жизнь по воле Господа. «Прошу тебя о сыне моем, Анисиме, которого родил я в узах моих». Послание Филимона, 1, 10. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих». 1 Фессалоникийсов, 2, 11. «Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями». 1 Фессалоникийсов, 3. 1 Фессалоникийсов, 3. 2 Фессалоникийс, 3. Если хочешь успешно бороться со страстями, позаботься о том, чтобы иметь опытного наставника. 3. Не ласкателя, а справедливого. 4. Если кто тебя обидит, не рассказывай никому, кроме духовного отца, и будешь мирен. Ревность к духовному отцу – тяжкий грех. 6. Мало тебе он уделяет внимания, другому больше, как дитя смирись. 7. На это больше будешь любим Господом и Отцом Духовным за это. От всех, кроме духовного отца твоего, сокрой тайны, дела и искушения твои. 9. Не следует надеяться на свой разум, и в потребных случаях надо прибегать к совету своего духовного отца. 10. Ведь о духовных предметах правильно могут судить только люди, живущие духовной жизнью. 11. Повинуйся тому, кто известен как муж духовный в слове, жизни и рассуждении. 12. Исповедь – это тайна твоя и духовника. Мало ли что духовник может сказать тебе на исповеди, что другим говорить и неудобно. 13. От раз избранного духовного отца не уходи по причинам, выдуманным тобою. 14. Знай, что дьявол любит отводить нас от того, кто может быть нам наиболее полезен. 15. Не слушай его внушений, если он будет шептать тебе, что духовный отец невнимателен к тебе, холоден с тобою и не хочет иметь тебя около себя. 15. 15. Кричи прямо вслух ему в ответ, не слушаю тебя, враг, это все неправда, я люблю и уважаю отца моего духовного. 16. Оставляющий отца то же, что богохульник и проклят от Господа раздражающий мать свою. 17. Сердцем почитай отца твоего и не забывай родительных болезней матери твоей. 17. Серахова, 3 глава, 16 стихи 7, 29. 18. При исповеди духовнику или откровении помыслов старцу должно каяться, себя признавать виновным, а не оправдываться и не взливать вину на другого. 19. Должно самим открываться, а не ожидать вопросов. 20. С духовником следует поговорить со страхом Божиим скромно, смиренно, без смеха. 21. Вообще никому не рассказывай, о чем ты говоришь с духовником, и своих искушений никому, кроме него, не поверяй. 22. От рассказов облегчения не получишь, а другому можешь принести вред. 23. Выслушают тебя из любопытства, а потом соблазнятся и тебя же осудят. 24. Каждый помысл, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему. 25. Но не открывай ее пред другими. 26. Если хочешь вычитанное из книги ввести в собственную жизнь, то не делай этого самовольно, а непременно посоветуйся с духовным отцом. 27. Иначе можешь легко попасть в хитро расставленные сети врага, обольстителя. Как яда смертельного бойся хулы на духовного отца. Не ищи славы в бесчестии отца твоего, ибо не слава тебе бесчестие отца. 29. Наглая позорит отца и мужа, ибо обоих будет в презрении. 30. Сирахов, 3 глава, 10 стихи, 22, 5. 31. Услышав от других худое про него, старайся защитить или, по крайней мере, скорее уйти от хулителей, а слышанное не принимать к сердцу. 31. Ибо всех сил старайся не пропускать ни одного слова, сказанного тебе, твоим духовным отцом. 32. Глупый сын, досада отцу своему и огорчение для матери своей. 33. Глупый сын, сокрушение для отца своего. 34. Разоряющий отца и выгоняющий мать, сын срамной и бесчестный. Притчи 17, 25, 19, глава, 13, стихи, 26. Самость – главное свойство, которое делать все по-своему и в свою угоду. А поскольку от самости держатся все страсти, поскольку на самости держатся все страсти, то по мере поглощения самости они стихают, душа светлеет, близится к чистоте и бесстрастию. Иоанн Саваид советует, избери себе наставника строжее и суровее, которого не было бы в роде человеческом. Видно, что чем круче отречение от себя, от своей воли и своих чувств, тем спасительнее. О перемене духовника нечего и помышлять. Но другой слаще говорит, и душа к нему льнет. Тот, кто лучше говорит, пусть будет тебе советником, а духовник – духовником. Не умеющим видеть свои грехи, рекомендуется обращать внимание на то, какие грехи видят в них близкие люди и в чем их упрекают. Почти всегда это будет верное указание на наши действительные недочеты. Кто исповедуется у другого священника, стыдясь своему духовнику открыть большой грех, тот смертно согрешает. Вопрошающий духовника и не исполняющий его совета раздражает Бога, беседуя с отцами и прося их о чем-либо, прилично выражать свое попечение к ним поклонами. Тяжело тебе переносить замечания духовного отца? А подумал ты, каково ему делать их тебе? От всех других скрывай свои брани, потому что такую преступную откровенностью повредишь и себе, и другим. Не может быть двух плотских отцов так же и в духовной жизни. Поэтому не рекомендуется хождение за советами к различным старцам, при имеющимся уже руководителям. Враг рода человеческого то вселяет в сердце недоверие к нему и принижает значение его советов, то раздувает воображение его немощи, внушает ненависть и даже презрение. То внушает, что нет пользы от откровения. Оптинские старцы говорили, если с верой будешь искать и принимать слова наставника, то и через грешника получишь пользу, а если с сомнением и испытанием, то и праведник не поможет. В разрешительной силе священника не нужно сомневаться, какого бы он ни был, лишь бы не состоял под запрещением архиерея. Исповедь не есть только беседа с духовником, рассказ о своих грехах. Исповедь – это целый переворот в душе. Дьявол не только простеца заставляет скрывать на исповеди грехи, но и человека книжного, говоря ему, что он наедине может исповедовать Богу грехи свои. Нельзя перед одним Отцом Духовным исповедоваться в одних грехах, перед другим – в других. Такая исповедь бывает недействительной. «Решиться все грехи без утайки поведать священнику и в них покаяться, и впредь их избегать. Хотя прежние наши грехи при таинстве и исповеди и прощаются, но мы несем за них Божию петемью, терпим болезни, скорби, немощи, и все, что Господь посылает нам, к очищению грехов наших. Когда Господь прощает нам грехи наши, мы сами не должны прощать их себе, но всегда помнить о них, непрестанно возобновляя раскаяние в них. Неуместная или чрезмерная печаль о грехах оскорбляет Духа Божия. Что значит искренне исповедаться? Ничего не скрывать, говорить прямо, не округлять. Для чего нужно частое покаяние? Для того, чтобы бичевать грех, язвить, удручать, умерщвлять его. Грех через частое покаяние теряет свою силу, свою прелесть, свое обаяние. Старец в Арсенофии Оптинске говорил, Вы знаете, какая у дьявола тактика. Он, ведая, что какой-либо человек имеет грех более или менее тяжкий, старается, чтобы человек в нем не покаялся. С этой целью он всячески умаляет степень тяжести греха, внушая такие мысли. Это не важно, Бог тебя простит и тому подобное. И даже старается, чтобы человек забыл об этом грехе. Но, когда этому человеку удается, наконец, исповедовать свой грех, то дьявол старается всячески увеличить его тяжесть, внушая, что этот грех настолько велик, что Бог никогда не простит его. Кто уклоняется от святых таинств и исповедей и причащения, тот враг самому себе, ибо сам отвергает свое спасение. Кто исповедуется, не имея истинного сожаления о том, что согрешил и не чувствуя согрешения в сердце своем, тот не получит от Бога прощения в грехах своих, объявляя духовнику одни душевные грехи, мало касаясь плотских, христианин вредит себе, сам того не понимая. На человека дьявол особенно нападает тогда, когда видит, что он находится в уединении, особенно, когда он остается без совета и полагается только на свой разум. Вот чего требует Бог от христиан покоряться священному Писанию, исполнять делом прочитанное и веровать настоятелем и отцам духовным. Никогда не следует об одном и том же деле вопрошать разных старцев или одного старца несколько раз, потому что самый первый ответ идет от Господа, а второй от рассуждения человека в старце. Покаяние нужно иметь не только при исповеди, но постоянно. Помни всегда того, кто напаяет тебя добрым учением и от него старайся узнать животворящие заповеди, ибо это поможет тебе провести жизнь по воле Господа. Если возникло у тебя дурное чувство к старцу, знай, что наставник для тебя полезен, но вот враг задумал тебя от него отстранить, удалить. Глупый сын досада отцу своему огорчения для матери своей, кто обкрадывает отца своего и мать своей, говорит это не грех, тот сообщник грабителем. Притча 17, 25, 28, глава 24 стих. Может быть старец сбивает у тебя горделивое чувство или еще какой-нибудь недостаток, а тебе по самолюбию и врагу это неприятно, вот и поднимается у тебя в сердце неприязнь к духовному отцу. Забудь ее. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные. Притча 30, глава 11 стих и 17 Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом если мы будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться отцу духов, чтобы жить. Послание что они тебе не простятся. Ты только имей искреннюю решимость во всем покаяться и со слезами прости Господа простить тебе все, все твои грехи, которые помнишь и не помнишь. отсутствие сокрушения выражается в том, что человек открывает свои грехи как бы с некоторым бесстыдством, говорит о них как об обыкновенных, безразличных делах, извиняет свои поступки или слагает свою вину на других. Откровение имеет великую силу и важность даже тогда, когда кажется, что нечего и открывать. Приди, прими благословение и скажи, что открывать ничего не имеешь. Быть может враг уже хотел что-нибудь подстроить тебе, а этими словами все разрушено. Грехи исповеданные и нами осознанные снова открывать не следует. Святым причастием подается благодать в борьбе с врагом и для укрепления в добре. Цитата Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд матери над сыновья Сирахова 3.2 Духовный Отец как столб только указывает путь идти надо самому. Если Духовный Отец будет указывать, а сам ученик его не будет двигаться, то никогда не уйдет, а так и сгниет у этого столба. Духовный руководитель и отношение к нему православного христианина страница 70 Отделяющиеся от церкви, меняющие отца своего духовного, уходящие оттуда, где духовно родились, приняли правильное крещение, где причащались и все бросить, все похулить своим уходом и начать рассказывать о мнимых грехах и явных недостатках своих отцов, этим совершается грех хама. Бытие 9 глава 20 по 27 стих. Хам же только не прикрыл наготу своего отца, и все его потомки так и остались черными африканский континент до сего дня, сколь тягчайший грех совершают духовные авантюристы, изменники, хулители истины, когда отвергают все бывшее, раздевают отцов своих, хулят каноны в церкви, считая их неблагодарными, неблагоданными. цитата «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетельствах без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. Ибо невозможно однажды просвещенных вкусивших добра небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак полезный тем для которых и возделывается получает благословение от Богов, а производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию которого конец сожжения. Послание к евреям святого апостола Павла 10 глава 29 стих и 6 глава с 4 по 8 Грехи родителей предков если в них не принесено покаяние тяготеют тяготеют и над потомками. Вот почему сын царицы Евдоксии гонительницы Иоанна Златоуста Феодосий младший просил в письменном виде прощения у святителя через 32 года. Это же было и у царя Алексея Михайловича пред мощами митрополита Филиппа за грех убийства и лютости Иоанна Грозного. Кругом измена трусости и обман записал в своем дневнике в день отречения 2 марта 1917 года от престола святой мученик царь Николай II. Мы правнуки тех кто предал и убил своего помазанника Божия. Нет соборного всероссийского покаяния за скорбь и убийство царя Николая II. И этими грехами исполнена земля русская церковь семьи. Нераскаянный грех все еще ядовито расползается и в потомках. Цитата. Мы изменили и солгали пред Господом. И отступили от Бога нашего говорили клевету и измену. Зачинали и рождали из сердца ложивые слова. Рок Исайя 59 Тайглава 13 по 16 стихи. Злоречивые креветники Бога ненавистники обидчики самохвалы горды изобретательны на зло непослушны родителям. Римлянам 1.30 Принимавшие крещение обещались быть в послушании отца и наставника, быть членом именно православной церкви, не связанной ни с куминизмом, ни предательством и сотрудничеством с безбожниками. 1927 год. Отступали и изменяли, как отцы их обращались назад, как неверный лук. Псалом 77 57 Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему, так вероломно поступили со мною вы в дом Израилев, говорит Господь Иеремия 3.20 Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц в поезд их с их имуществом. Они же подобно Адаму нарушили завет и там изменили мне. Руквосия 5 глава 7 стих и 6 глава 7 стих Эти люди изменили Богу. Они изменники предо мною. Иезекиил 2.3 и стали шептать злые слова и изменять лице свое коварно. Беседа благочестивого всегда мудрости, а безумный изменяется как луна. Сирахов 12.18 и 27.11 И все это уже было под солнцем Экклесиаст 1.9 Духовные пираты стараются и других увлечь за собою в погибель. идут идут к извечным врагам к рима католикам и сектантам о горе лютое и грех тяжкий. Не о всех вас говорю я знаю которых избрал но разбудется писание едущий со мною хлеб поднял на меня пяту свою Иоанна 13.18 Навсегда весолом поднялся на отца и смутил многих но погиб и рассеялись враги. Некогда А весолом поднялся на отца и смутил многих но погиб и рассеялись враги. Второй отца 15.6 18.10 Матфея 10.21 Восстанут дети на родителей признак кончины века и закон отцов наших доведен до ничтожества. Третья ездра 4.23 Потерявшие страх Божий отщепенцы всегда обвиняют других. Но вот только несколько примеров из истории церкви. Само освященные 5 декабря страница 133 В сие время явились в лавре некоторые иноки развращенные плата угодники духа не имеющие которые издавна несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчают. Так часто среди пшеницы вырастают плевелы. Сии развращенные братья лучше сказать лже братья замыслили зло на святого пошли жаловаться на саву к патриарху. Это грубый неумелый человек не может руководить нами не может по своей грубости и невежеству. И услышали в ответ если сава мог собрать вас в том месте то тем более он может с помощью Божией и пасти вас. Таких злодеев было 40 человек. Сава удалился от них думая что они утихнут. Но когда он возвратился то их стало еще больше всего человек до 60. Он оплакивал их как погибших. Они решили открыть новую общину монастырь. И снова пошли жаловаться патриарху. Патриарх же опять сказал примите своего отца радушно и с должной честью и повинуйтесь ему во всем так как не вы избрали его а он вас собрал. если то подняли крик смятение броня злословили другие взяв свои одежды и вещи собирались уйти из лавры а некоторые схватив топоры ломы устремились келии которые построил сам преподобный Савва в неистовстве разорили ее до основания побросав дерево и камень вниз в поток но и в другом монастыре этих лиходеев не приняли и они решили совершенно отдельно строиться но все пошло прахом они погибли а Савва предсказал вот наступают дни в которые жители сего места отошедшие отпадут от правой веры и сии в гордости возмечтают о себе что дерзость их разрушится и величие их внезапно падет и они будут изгнаны слова от отшедших были как яд змеиный в их устах как болезненная язва под языком в числе их первым был палестинец и он который казался истинным христианином с виду благочестивым внутри же полон был языческих иудейских ложеучений и пагубных ересей преподобный сава скорбел весьма о них что отступали они справа пути с великим прискорбем переносил их близкое присутствие а это были образы для нас чтобы мы не были походливы на злое как они были походливы все это происходило с нами как образы описанном наставлении нам достигшим последних веков все это происходило с ними как образы описанного наставления нам достигшим последних веков 1 коринфянам 10 6 благодарю еще пример святой иоанн златоуст 13 ноября страница 333 когда читаешь об отделившихся от златоуста о их хуленях то так и хочется воскликнуть как ваши имена и где вы теперь а златословный учитель пребывает пред престолом троицы враги стали порицать святого укоря его за немилосердие среди недовольных святым угодником божиим находилось немало и клириков живших порочно так как он изобличал их лукавые дела и отлучал иных от церкви особенно враги были раздражены поступком диакона серапиона который благоверно служил при патриархии живя благочестиво однажды в присутствии всех клириков сказал иоанну златоусту владыка ты не исправишь сих если не разгонишь всех их одним жезлом и стали возводить на святого всякие хулы ни одна царица враждовала против святого но многие другие жившие нечестиво златоуст будучи пылким произнес речь против жестокости женщин царица все это применила к себе с горечи увидев святой златоуст что его осудили злоба врагов удалась и простодушно удивлялся как это случилось и на соборе осудили праведника сослали и погиб он от их лютости говорят было бы у вас все хорошо от вас бы не уходили люди говорящие так показывают что они не знают ни жития святых ни содержания библии цитата с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним иоанна 6 66 показывает что даже от Иисуса Христа отошли хотевшие провозгласить его царем тогда слова спасителя не могли вместиться в них идущих ищущих выгод земных лютость сытости плотской от чего блудный сын ушел из дома Лука 15 глава что ему там не хватало вероятно что и товарищам он сумел объяснить от чего он ушел от отца и ему поверили и похвалили его за здравое суждение и приобретенную им свободу теперь у корыта рядом со свиньями нет над ними диктата он в кавычках свободен умереть где грех хама преступление хамитов несмываемо угрожает угрожает непочитающим своих отцов он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих притча 2.8 глупый пренебрегает наставлением отца своего а кто внимает обличением тот благоразумен родил кто глупого себе на горе и отец глупого не порадуется 17.21 есть род который проклинает отца своего и не благословляет матери своей притчи 30.11 и прокляты такие дети пред богом рабы рабов будут и пойдут и пойдут к рабам рабов и ворона выклюют глаза хама насмехающегося над отцом духовное родство выше плотского так и духовный отец выше земного плотского нас спрашивают почему мы вмешиваемся в споры религиозного порядка в какой мере вопросы объединения церквей экуменистические прогрессы и так далее могут эти вопросы представлять интерес для масонства это близко интересует масонство является сродной масонству издание ВЦС Париж Всемирный совет церквей Париж номер 3 сентябрь 1946 год объединение церквей участие в экуменизме грех в котором необходимо исповедаться простому здравомышлящему православному человеку не может прийти на мысль причаститься в протестантском или католическом костеле и это потому что всем своим существом органически он знает внутренним безошибочным знанием что нет святого причастия нигде кроме как в православной церкви Христовой совсем забыто святоотическое изречение что причастие еретиков есть пища бесов митрополит Виталий С. Рос 26 сентября 96 года нет ничего страшнее как потерять веру православную и впасть в веру католическую в ересь сектанства Авва Агафон Павли 2 марта согласился с любым обвинением кроме обвинения в ереси Евтихий Патриарх 6 апреля еретика следует анафематствовать и после его смерти Космас капец 3 августа заговорил и в могиле не прикасайся ибо ты еретик хотя и похоронен как православный епископ но тайно ты держался ереси на ересь и разные смотрели некоторые как на благочестие Александр память 25 января народ ересь принимал за истину а еретиков почитал как истинный христиан Киприам 31 августа у еретиков нет спасения Екатерина 25 ноября с еретиками нельзя ни молиться ни беседовать соглашаясь с ними с их бесовским мучением Антоний 17 января я никогда не беседовал дружески с еретиками Святой Поликарп 23 февраля Маркиону еретику ты первородный сын дьявола апостол Иоанн оказался в бане вместе с еретиком архиитом не зная о том бежим отсюда чтобы не погибнуть вместе с еретиком сказал он ученику своему Семей злословил царя Давида называя его беззаконником из-за терпения псалмопевца Бог вознаградил его 2 книга Саст 16 глава 17 17 33 все на сегодня слава Христу слава Христу дьявола